И снова здравствуйте, с вами Дэв. После обзора фигурки Таск Мастера, которая выходила недавно на моем канале, я сделал небольшое голосование среди подписчиков на Бусти, и оно показало, что мы хотим видеть его мини-биографию. Почему мини? Поговорим в самом конце. Ну что ж, поехали. Настоящее имя Энтони Мастерс, он же Тони. Рост 188 сантиметров, вес 100 килограммов, цвет волос шатен, цвет глаз коричневый. Создали его художник Джон Перрис, да, смешная фамилия, и писатель Дэвид Мичелени. Появился он в 1980 году на странице комикса The Avengers под номером 195. Как таковой суперсилы у него нет, однако есть что-то вроде врожденного таланта. Он называет это фотографические рефлексы. Он может повторять любую физическую активность, если она подвластна ему физически. Например, он не сможет овладеть силой Халка, но сможет в точности повторить все движения, которые он делал. Так, например, он смотрел, как профессионально ныряют в бассейн спортсмены, и с первого раза повторил их прыжок. В дальнейшем он развивал этот талант и овладел кучей физических активностей, таких как владение лассо, различные виды спорта, множество видов единоборств и так далее. Столь одаренного парня не мог не заметить щит. Ему предложили должность оперативника, на что он охотно согласился. А также выступал тренером у щита и занимался военной подготовкой сотрудников. Во время одной из миссий по нейтрализации некой группы нацистов он набрел на смертельно раненого доктора, который пытался повторить сыворотку суперсолдата Капитана Америки. Повторить ее, разумеется, ему не удалось, но он сделал нечто другое. Он создал сыворотку, которая многократно усиливает кратковременную память человека, и предложил ее тому, кто был с ним в последние моменты его жизни. Он особо не разбирал, кто это. Разумеется, это был Тони. Даже несмотря на то, что они были по разные стороны конфликта, доктор хотел, чтобы его творение уцелело, ведь наука должна жить, несмотря ни на что. Тони в шоке от потенциальных возможностей препарата вколол его себе, не раздумывая. Препарат оказал на него весьма необычное влияние, ведь он многократно усиливает кратковременную память, как мы с вами помним. Но в случае с Тони это позволило ему многократно усилить его фотографические рефлексы, так как они срабатывают именно от кратковременной памяти. Теперь он мог практически мгновенно запоминать и повторять. Это сделало его, пожалуй, самым сильным и опасным человеком, без суперсил как таковых, во вселенной Марвела. Вскоре после этого случая он покинул щит. Причины ухода точно неизвестны, так как он сам их не помнит. Однако мы точно знаем, что он был направлен в Мексику для подготовки некой спецгруппы, которая точно так же переметнулась от щита. Вся группа почувствовала превосходство в своей силе, боевой подготовке, тренировке, вооружении и поэтому сами начали заниматься разбоем и бандитизмом. Ну вы знаете, это клишированная Мексика. Они одевались в костюмы, похожие на празднование Дня Мертвых, культа Санта-Муэрте. Тони какое-то время работал с ними, отсюда он и взял маску в виде черепа, а после оставил ее как часть своего костюма. Далее он пошел своей дорогой и взял прозвище Таскмастер. Он стал наемником. Кстати, его имя – Таскмастер. Я видел, что на некоторых русскоязычных ресурсах его переводят дословно – надсмотрщик или даже бригадир. Разумеется, это неверно. Таск-задача. Таскмастер – это термин, который применяется к человеку, который мастерски выполняет любые поставленные перед ним задачи. Причем много и разом. Мастер на все руки, скажем так. Так, создатели персонажа просто взяли термин, точно подходящий к этому персонажу, ведь он копирует любую физическую активность и выполняет это мастерски. Но двинемся дальше. Также Таскмастер очень часто выступает в роли тренера, нежели наемника. Причем он может тренировать как преступников, так и героев, он особо не разбирает. Например, мстители первый раз столкнулись с ним, именно найдя школу военной подготовки преступников, в которой преподавал Таскмастер. Попробовав взять штурмом здание, группа Человека-муравья, Желтого Жакета и Осы столкнулась с ним в первый раз. Они были не подготовлены к этому и не знали, чего от него ожидать. В результате все втроем были побеждены и попали в плен, так как не смогли ничего с ним сделать. Кстати, на канале есть небольшая биография Человека-муравья, где я также рассказываю про Желтого Жакета и Осу, разумеется. Остальные мстители, узнав о том, что случилось, двинулись на подмогу своим друзьям. Неизвестно, чем бы закончился этот бой, если бы не один из членов мстителей, который в тот момент находился в составе группы. Это была Джо Каста. Джо Каста это искусственный интеллект, созданный Альтроном на основе сознания и разума Осы. Он хотел создать себе помощника, или же невесту. Лучшего кандидата, чем жена его создателя, Хэнка Пима, разумеется нет. По классике жанра сознание Осы, пусть и роботизированное, но отказалась помогать Альтрону, сбунтовалась против своего создателя и примкнула к Мстителям. Так почему Таскмастер не смог с ней совладать? Все очень просто. Он не может считывать стиль боя, искусственного интеллекта или же механизма. Поняв это, он принял самое верное решение. Отступить. Также Таскмастер не смог совладать и с Дэдпулом. Дэдпул настолько безумен, что его поведение и ведение боя не поддается никакому анализу. Кстати, биография Дэдпула тоже есть на этом канале. Об этой слабости Таскмастера, что он путается, когда против него ведешь бой крайне хаотично, знают и некоторые герои. Так, например, это понял и успешно применил против него Капитан Америка. Возвращаясь к тому, что Таскмастеру не важно, кто является его нанимателем. Так, например, был случай в истории комиксов, когда Стив Роджерс, он же Капитан Америка, больше не мог носить этот титул, но всегда должен быть Капитан Америка. Поэтому на его должность наняли другого человека, который был подвержен программе Суперсолдата, а именно Джонни Уокера. Он значительно уступал Стиву Роджерсу в боевой подготовке, а также во владении щитом. Поэтому правительство наняло Таскмастера для того, чтобы он обучил его ведению боя Капитана Америки, который хорошо знал. Но вернемся к его сильным сторонам. Так, например, во время событий осады он легко бился на равных с Капитаном Америкой и Зимним Солдатом одновременно, невзирая на их суперсилу. Дело в том, что, как мы с вами уже выяснили, он мгновенно считывал и копировал стиль и ведение их боя одновременно и предугадывал каждое их движение. Понаблюдав за Соколиным глазом, он не уступает его в меткости, стрельбе из лука и огнестрельного оружия. Еще он обнаружил, что если посмотрит видео на ускоренной пленке, то сможет сам двигаться в два раза быстрее. Однако он может это делать буквально на считанные мгновения. Далее это начинает травмировать его. Так, например, он смог поймать пулю, которую в него выпустили практически в упор. Однако у этой экспериментальной сыворотки есть и один очень нехороший побочный эффект. Точно так же, как она усиливает коротковременную память, она и повреждает долговременную память. То есть что-то попросту стирается. Это обусловлено ограничениями человеческого мозга. Мы всегда забываем что-то старое со временем, когда изучаем что-то новое. Старые воспоминания, к которым мы давно не обращаемся, уступают место новым. У Таскмастера этот процесс возведен в абсолют и происходит практически мгновенно. Так, например, прямо во время боя. Он может перегрузить себя настолько новым стилем ведения боя, что забудет кто он и зачем он сейчас сражается с этим противником. Неизменным в его памяти остаются лишь тактики ведения боя и принципы выживания. Ну и естественно какие-то банальные фундаментальные вещи. Такие как язык, речь, бытовуха и так далее. Имена, места, люди, события. Все это теряется. Так, например, он забыл, что он был женат и что его жена жива и здорова. Однако, несмотря на этот минус, его имя все еще широко известно в криминальных кругах и за их пределами, как мы уже выяснили. Ведь он превосходный наемник. Он запоминает цель миссии, выполняет ее превосходно, а потом забывает. Вот вроде и все, что можно рассказать о Таскмастере. Персонаж далеко не основной и появляется в комиксах редко. Поэтому историй с ним мало. Но мне он показался очень интересным, и я очень рад, что вы со мной согласились, поэтому эта биография и появилась. Последнее время, кстати говоря, он появляется чуток чаще. Так, например, он был боссом в недавней игре Marvel's Avengers, а также в новом Человеке-пауке на PlayStation 4. Также появлялся в нескольких современных мультсериалах, например, Совершенный Человек-паук или же Мстители общий сбор. Сейчас у Таскмастера есть собственный комикс, где его обвиняют в убийстве Марии Хилл. Виновен ли он на самом деле или нет, покажет время. Ну а на этом, я думаю, можно заканчивать эту мини-биографию. Следующей мини-биографией будет Азраил из вселенной DC. Как всегда, я хочу напомнить, что я приветствую любую конструктивную критику. Связаться со мной очень просто. Это можно сделать либо в комментариях к этому ролику здесь, на YouTube, либо же через мою группу ВКонтакте. Ссылку я оставлю в описании к этому видео. Если вам понравилось, то ставьте лайк и подписывайтесь. Не забывайте нажать колокольчик, дабы не пропустить уведомления о следующем видео. Если же вам нравится все, что происходит на этом канале и вы хотите помочь ему в развитии, то подписывайтесь на Бусти. Видео выходит там чуток пораньше и есть доступ в закрытый телеграм-чат. Мы там обсуждаем будущее канала и так, например, это видео появилось именно в результате голосования, которые мы там проводили. Поэтому, если хотите, подписывайтесь. Я вам за это буду искренне благодарен. Ну а на этом, я думаю, точно все. Умейте радоваться мелочам и не отказывайте себе в удовольствиях. Всего доброго.